Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, это Gameplan и начнём сегодняшний выпуск с очень стильного и крутого рогалика под названием The Nightmare Cooperative. Данная игра ранее выходила в Steam, можете, собственно, поиграть в неё на компе, но всё-таки эту игру я не играл специально, потому что я ждал и надеялся, что она посетит мобильные платформы. И играть в неё на планшете намного интереснее. Как и любой рогалик, здесь всё пошаговое и играете вы первоначально одним персонажем, точнее двумя. Итак, давайте попробуем походить. С помощью свайпов вы передвигаетесь, можете собирать бутылочки с зельями. Это зелья с маной. Ману, как вы можете использовать, нажимаете на бутылочку и, если вот враг находится вот в такой вот пентаграмме, то вы можете его атаковать и нанести по нему удар. Большинство врагов уничтожается с помощью двух ударов, то есть вот я один раз его магией ударил и второй раз я его добил, собственно, уже обычным ударом. Итак, попробуем сейчас победить второго монстра. Итак, раз и давайте магию, два. Всё, чтобы покинуть эту локацию, нам необходимо добраться до лестницы и опуститься на уровень ниже. На каждой локации мы будем встречать наших союзников и пополнять нашу команду, но нужно быть осторожным, потому что их могут убить, но это даёт вам преимущество своеобразное, что-то типа, наверное, жизней. И благодаря этому вы можете что сделать? Вы можете более, наверное, эффективно и с большей вероятностью проходить миссии. Так, давайте завалим вот этого монстра, соберём зелье. Так, зелье жизней и отправимся к выходу. Итак, двух чуваков я доставил, остался ещё один. Давайте его тоже доставим. Не знаю, получится или нет у нас дойти, но я думаю, да. И вам необходимо пройти, собственно, определённые этапы в этой игре. Игрушка очень стильная, графика очень необычная, на пути также будут попадаться различные, так сказать, амулеты, реквизиты, которые вы сможете собирать и тем самым улучшать свои характеристики. И тем самым проходить всё дальше и дальше, побеждая толпы различных врагов, которые будут встречаться у вас в подземельях. В общем, отличный, стильный, молодёжный рогалик. Рекомендую вам всем в него поиграть и получить удовольствие, ну и, естественно, пройти его. Вторая игра называется Nippy Cats. Наверное, все в детстве, а возможно, не в детстве, играли с кошками, с котятами. Они привязывали какую-нибудь бумажечку, либо игрушку, и по комнате бегали от кота, а кот пытался поймать эту, собственно, бумажечку. Возможно, вы играли так же с лазерной указкой, то есть лазерный луч убегал от котика. И в этой игре вам необходимо примерно делать то же самое. Имеется пакетик с кормом, и вам необходимо вводить его от котов. Но в этот раз котёнок будет далеко не один, их будет целая толпа. И вам необходимо будет как можно дольше продержаться, чтобы кошки не смогли поймать пакетик с кормом. А если его поймают, то вы, собственно, проиграете. А в этом-то вот и смысл игры. Чем больше кошек вы соберёте вокруг пакетика, тем лучше будет ваш, соответственно, рекорд. Игрушка стильная, милая, и здесь показано то, что котики просто с ума сходят от этого кошачьего корма. Или это валерьянка? Постойте, да, это не корм, как я раньше думал, а это пакетик с валерьянкой. Вот чем вызван их такой дикий ажиотаж и дикое поведение. Третья игра называется Dante's Fall. И, наверное, многие, ну, возможно, не многие, или вы в будущем ещё услышите о таком великом писателе, который жил ещё давным-давно, в 1265 году, если я не ошибаюсь, он родился. Это Данте Олигьери. И он написал божественную комедию про девять кругов ада и прочее, прочее, прочее. Про честилище, про рай. Кому интересно, можете почитать, это одно из таких вот литературных памятников, которые должны, наверное, знать каждые. Итак, что здесь есть? Здесь есть выбор сложности, лёгкие, классические и тяжёлые. Давайте на лёгком попробуем сыграть. И дальше мод. Это падение в ад, либо же падение в какой-то футуристичной трубе. Но падать в ад намного интереснее, но посмотрим на оба режима. Итак, мы отправляемся и падаем в ад. И нам необходимо с помощью нажатия влево и вправо уворачиваться от различных препятствий, которые будут появляться у нас на пути. И таким вот образом мы будем постепенно наращивать скорость падения, потому что, как известно, ускорение свободного падения 9,8 метра на секунду в квадрате. И это будет создавать вам дополнительную сложность. И цель игры пролететь как можно дальше. В этом плане игрушка достаточно неплохо сделана. Давайте попробуем сыграть на тяжёлом режиме и посмотрим, какие же будут препятствия у нас появляться здесь и как часто они будут. Да, здесь всё намного быстрее и всё намного чаще. Это просто нереально. Это просто настоящий ад. Давайте посмотрим на другой режим. Это режим Flight. Полёт. И здесь мы будем лететь по какой-то футуристичной трубе. Здесь, конечно, лететь уже не так интересно, но цель игры точно такая же. Но для разнообразия, в принципе, можно попадать и здесь. Здесь, кому игра понравилась, качайте. Ну а мы переходим к следующей. И последняя игра на сегодня это Tower Defense под названием Aliens Crips. Давайте посмотрим на него. Здесь вы можете апгрейдить различные свои пушки, которые у вас имеются. Инвентарь, лазил, ракетница и так далее. Здесь вы можете апгрейдить своего героя, нанимать другого. Ну, собственно, давайте посмотрим на миссию. И уже там будем разбираться, что у нас вообще имеется и как мы здесь должны защищаться. У нас имеется линия, за черту которую нам нельзя пропустить врагов. Точнее, можно, но не более 20. И дальше нам необходимо уже строить свои укрепительные сооружения. У нас есть вот такие вот пушки. Так, нет, давайте сюда поставим вот таких вот наших воинов, чтобы они тут стояли и обороняли. Сюда мы поставим пушки. Сюда мы тоже пушки поставим, наверное. Ну и давайте начнём, посмотрим. Не будем пока дальше тратить деньги. Здесь всё покупается за энергию. Можно здание определённое апгрейдить. Если вы изучили этот апгрейд, собственно, на базе перед началом уровня. Tower Defense обладает достаточно симпатичной графикой. Во-первых. Во-вторых, здесь инопланетная тема. То есть на нас бегут пришельцы. Нам необходимо обороняться от них. Героем мы можем управлять. Можем, например, отправить его вот сюда, чтобы он осуществлял подмогу нашим друзьям. И не пропускал ни в коем случае врагов к нам на базу. В будущем на нас будут наступать и с правой стороны. Поэтому здесь нам тоже стоит подумать о безопасности. И произвести, наверное, тоже какие-нибудь постройки. Давайте построим вот эту вот башню. Поставим флажок сюда. А здесь, я думаю, мы поставим одну такую башню. А на другую нам пока денег, к сожалению, не хватает. Что вы ещё можете делать? Помимо всего этого, у вас есть энергетическая вот такая вот башня. Вы можете вот так вот провести свайп и мощным разрядом тока уничтожить сразу большое количество врагов. Но количество зарядов у этой башни ограниченное. Но его можно пополнять за кристаллики. То есть за своеобразный такой донатный ресурс. Поэтому тратить вам... Я её на начальных этапах не рекомендую. Но, естественно, в каждой миссии они пополняются заново. Вот эти заряды. Но лучше под конец миссии оставить, потому что именно в конце миссии будет настоящая жара. В общем, Tower Defense неплохой. Но мне кажется, в будущем он потребует донат. Потому что здесь есть донатные кристаллики. Можно, естественно, ускорить игру. Нажав вот на эту кнопку, если вы не хотите долго ждать и смотреть нападение вражеских пришельцев. И, собственно, играть. В принципе, игрушка симпатичная. Немножко, наверное, необычная. Потому что здесь космодесантники и пришельцы. И, возможно, кому-то игра очень даже сильно понравится. Ну что ж, на сегодня всё. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И будьте молодцами. И всегда пользуйтесь только андроидом.